Продолжаем наш эфир. Это программа «Абакан Горсовет Лайф», в которой мы говорим о наших депутатских буднях, о работе Горсовета, о сессиях, о комитетах. Ну, собственно говоря, сейчас начало года, январь, такой небольшой тайм-аут в работе депутатского корпуса, но, тем не менее, мы продолжаем говорить. Сессия, видимо, состоится еще в феврале, только первая в этом году. Сегодня наш гость Татьяна Ивановна Туревич, депутат Совета депутатов города Абакана по округу номер 11, ну и староста жилого района Гавань. Просто не могу это не упомянуть, потому что, как бы, вот... Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Здравствуйте. То есть мы здесь, как раз вот, был такой момент, у нас прошлый эфир, мы встречались здесь с депутатом от Красного Абакана, Пиктор Ивановича Соколов был, и староста Красного Абакана, Ольга Александровна Глущакова. Так вот, момент в чем? Вот, я так долго пытал, как работается в команде, да, то есть, когда есть депутат, есть староста, вот, вы уже много лет работаете буквально, вот, депутат староста, это фактически, вот, как многие, кстати, ваши коллеги. В одном лице, да? Поэтому, вот, всегда трудно разделить, да, работа на округе, работа в районе, то есть, ну, так привычно, что все-таки район, это, наверное, на первом месте, да, ну, и, в принципе, как бы, избиратели, это в основном, как бы, жители вашего района. Те, которые немножко попадают, скажем так, избирательные округи, округа, которые накладываются, там, в принципе, как бы, вы со старостами, как понимаю, соприкасаетесь, то есть, там, в общем-то, все это регулируется. Вот, Татьяна Ивановна, каким был, наверное, год, потому что, в принципе, как бы, это только начинается, вот, тот год, 2022, да, 4 двойки, каким он, как он прошел, насколько интересно, потому что мы, как бы, год назад с вами встречались, говорили о каких-то планах, о том, что хотелось бы сделать, вот, наверное, может быть, что удалось, потому что, как бы, об этом еще, этот год еще такой, собственно, начинается, почему? Потому что еще у нас с сегодняшнего дня в администрации проходит заседание комиссии, да, защита бюджетов, то есть, управление как раз, им пока еще, пока еще, пока еще отстаивают эти дороги, улицы, тротуары, там, скверы, парки, которые будут ремонтироваться, благоустраиваться и так далее, то есть, там, линия освещения и прочее, прочее. То есть, все это мы скоро доведем, узнаем, как говорится, все, все, все станет понятно. Ну, поэтому подведем основные итоги года. Ну, всегда хочется, чтобы сделали больше, это правда, я вот, как, как вот и в семье, допустим, да, дома, планирую, что то, то надо, допустим, телевизор купить, надо там, еще что-то купить такое, ну, машину обновить, а в районе тем более, я же уже вижу и знаю, что надо, люди обращаются, обращаются, сделали, но не так много. Ну, я понимаю, потребности-то у всех есть, и у старост, и у депутатов, и, ну, и вообще у города. Вот. В этом году сделали мне, наконец-то, тротуар по улице Димитрово от сквера Медвежонок до улицы Герцена. Но, опять же, вот, буду в этом году просить, чтобы сделали, там, нет, не оказалось пешеходной дорожки, вот, как, как вот попасть на этот тротуар с улицы Герцена. Ну, вот на это обращу внимание, потому что жители теперь обращаются ко мне с этим вопросом, да. Ну, это, как бы, болевая точка была в том плане, что, я так понимаю, с этим тротуаром такая история продолжительная была. Что мы, как бы, знаем, что департамент долгое время искал владельцев гаражей, которые просили их убрать, да, то есть там, как раз, там проблема-то, собственно, была в чем? Ну, если вот кто не знает, как бы, понятно, что жителям гавани рассказывать это не нужно, особенно, собственно говоря, вот. А для тех, кто не знает, там суть в чем, то есть сквер Медвежонок, мы знаем, что можно попасть туда с спавших коммунаров с улицы, да, то есть и вот улица Димитрово. Улица Димитрово. И, собственно говоря, куда там? А там только на проезжую часть, да? Да, выходишь на проезжую часть, поэтому там надо обязательно какой-то вот установить знак или обозначить место перехода, где люди могут переходить. Ну, вообще, конечно, тротуар сделали, это очень удобно, даже если как-нибудь и попадаешь на этот тротуар, то ты уже по тротуару идешь безопасно и знаешь, что тебе... То есть такая же дорожка идет сразу из сквера, да, то есть сразу на этот тротуар. Да, 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 да. И с улицы Герцена то же самое, если ты уж попал на тротуар, там удобно заходить, от киоски, там ларьки стоят, вот от этих ларьков удобно заходить. Там, если ты подошел к ларьку, то это, но надо все равно обозначить для людей какой-то переход. Ну, вот это. То есть сделали, наконец-то, маленький вот этот вот отрезок тротуара, дальше заасфортировали улицу Островского, она была в ужасном состоянии. Ну, почему в ужасном? Потому что я всегда говорю, район наш старый, один из первых, и асфальтированные улицы тоже появились одни из первых. Ну, в плохом состоянии была улица Островского, сейчас в таком же состоянии находится улица Герцена, и вот тоже необходимо, вот ее нужно будет сделать, заасфальтировать. Ну, потому что последние годы там на Герцена, не изменяет память, там только ямочный ремонт какой-то. Ямочный, да. Там проводили работы. Потом такая-то заплатка на заплату. Да, 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 да. Проще все. Тарасенко, я ему говорю, так вы почему не все-то асфальтируете? Я такая, у нас и не было такой задачи все заасфальтировать. И вот он свое, то, что он открывал, там они ремонт производили, я-то говорю, думала, что вы все мне переделаете. Нет, бесполезно. С него ничего не... Там, да, в пределах Смиты. Да, 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 да. Ну, я не знаю, как-то уж, может быть, надо было с городом объединиться. Ну, что второй-то раз, ну, ладно, это не в этом дело. Ну, будем просить, пусть все асфальтируют. А улица Герцена, она у нас действительно востребована. Чем? Во-первых, там находятся магазины. Во-вторых, поликлиника. Все вот эти киоски, лырьки. Все это находится на улице Герцена. И все магазины, весь общий... Да. Она еще, насколько помню, это как бы такая вот, если брать, допустим, павших коммунаров, да, это такая магистральная улица, она как бы для транспорта, да. То есть, если брать Тараса Шевченко, да, она, кажется, у вас... Или уже Роза Виксембург после Виадука. Нет, Тараса Шевченко сначала, да. А, вот это немножко с другой улицы, да. Вот, Тараса Шевченко, да, то есть, это тоже такая транспортная улица. А вот именно Герцена, это вот через подземный переход под железной дорогой, да, то есть, как раз центральная часть города, в сторону рынка, как раз вот, вот, она вот такая пешеходная зона, и, соответственно, больше всего востребована у пешеходов, да, то есть... Больше, да, наверное, у пешеходов востребована, а вообще, видите, какая ситуация, так как там магазины находятся, аптека, больница, то есть, все, что вот необходимо человеку, все находится на этой улице. Ну, вот так вот как-то сосредоточились наши все эти объекты. И поэтому там очень действительно тоже много машин проезжает по этой улице, и вот, ну, действительно, необходимо ее содержать в хорошем состоянии, мое мнение, так считаю. Попробую нынче убедить. Нынче нам хорошо вот заасфортировали улицу Островского, она же тоже была в таком же состоянии. И вот, ну, теперь прямо по ней красота ехать и идти, и смотреть на нее. Она такая красивая, стала ровненькая, гладенькая. Ну, вот мы заезжали по зиме, поэтому как бы оценить не могли. Мы просто, насколько я знаю, по штабам, которые проходили в департаменте, до, собственно говоря, до последнего. Было понятно, что достаточно проблемным было с подрядчиками найти подрядчика, во-первых, на тротуар, вот, рядом со скверами движонок, а во-вторых, ну, как бы подрядчика нашли на Островского, но он был на других объектах занят. Соответственно, вышел к вам в район немножко позже. Ну, я так понимаю, что сделал свою работу качественно, то есть здесь как бы претензий особо нет. Ну, да, это действительно так, уже листья желтые засыпали всю нашу улицу Островского, и уже, ну, и прохладно начало, подмерзать начали краешки луж. И, ну, я прям переживала, думаю, ну, наверное, не успею. Нет, выдались хорошие деньки, и нам ее сделали. Здесь как бы у нас с сезоном благоустройства всегда везет, если у подрядчика где-то чего-то как-то, вот, как говорится, погода, небесной канцелярии им обязательно пару-тройку дней хороших подарить, чтобы можно было закончить, завершить все работы, которые... Ну, наверное, обязательно. Что еще интересно вот за этот год? Потому что, я так понимаю, что мы так... Собственно говоря, я вот в вашем районе за прошлый год, наверное, раза 3-4, может быть, был. А вот происходит у вас каждый день что-то интересное. Ну, да, скажем так, да. Потом там за линией, вот если от нас считать, от нашего района, там были сделаны некоторые дороги, это по улице Абаканской, дорогу асфальтировали, участок тоже там такой. Вот. Ну, и так, наверное, из больших работ вот это все. Ну, у вас, да, у вас прям... Собственно говоря, и планировка района такая специфическая, своеобразная, да, то есть, вот если брать улицу, допустим, павших коммунаров, ну, ее сделали, да, почему сделали хорошо. Ой, красота, ой, красота. Она освещена теперь, вот едешь как будто в большом, при большом городе. Вот освещение хорошее. Дорога ровненькая, но красота. А лужи, те, которые были проблемы-то... Нет, их нет. Все-таки сработали колодцы. Конечно, все это выровнялось, все это ушло. То есть, вот эти колодцы поглощающие, то есть, в принципе, как бы работают. Ну, да. Потому что, как бы, вот, был момент такой, вот, там прям такая низина была, да, то есть... Да. Ой, ну, это и правда так. Получается, там же, вот, где вторая школа стоит, там же выше места, а сюда ниже, вот, как по улице Павших Комнаров, да, действительно, такое озеро стояло всегда. Только что утки не крякали. Ну, вторую улицу, наверное, такой масштабной у вас в районе нет. Нет. Ну, разве что Тараса Шевченко, наверное, да? Ну, да, да. У нас еще есть улица Чебодаева, но она менее востребована. Так она, в общем-то, тоже широкая, проходимая. Энгельса, она заасфальтирована. Вот Чебодаева надо бы заасфальтировать еще, покрыть вторым словом, или как вот это называется, но произвести ремонт. Ну, вот эту-то уж улицу Павших Комнаров сделали действительно хорошо, но она действительно нужна. Там и автобус проходит по этой улице, и, в принципе, по этой улице машины и уезжают, и въезжают в наш район, скажем так, из-под моста, вот, по набережной сюда же едут. Вот, ну, хорошо сделали. Нам бы все улицы так сделали, и была бы вообще красота. Нацпроектным и вас не прошел все-таки. Ну, да, получается так. Ну, освещение было сделано у нас в двух местах, освещение. По улице Маяковского и по улице, ну, это совсем небольшие отрезки улиц. Вот, в двух местах, поэтому, ну, хоть так, помаленечку, и тоже хорошо. Ну, да, там тоже, насколько с ребятами доводится общаться из управления коммунального хозяйства и транспорта, у них тоже так, это задача такая, вот, лимитированные средства распределить по всем районам, чтобы никто не обижался. То есть, здесь, как бы, да. Конечно. Да я и сама это понимаю, но не могут же все до меня кинуть. Вот здесь, да, здесь, как бы, специфика работы. Татьяна Ивановна, у нас в бюджетном комитете, то есть, комитет по бюджету и финансам. То есть, здесь, как бы, изначально предполагается, что здесь уже, как бы, не то, что там можно себе, как говорится, побольше кусок пирога взять, а просто уже, как бы, приходится по справедливости поступать. То есть, здесь, как бы, надо понимать, да, что... Ну, я в самом начале сказала, я бы хотела побольше, чтобы было выполнено у нас работа в нашем районе. Ну, уж как получается, что теперь... Хотя бы так и то хорошо. Понятно. Раньше и того мы не видели. А вот, кстати, медвежонок, насколько он сейчас востребован? Потому что, как бы, у вас раньше, допустим, если память не изменит, допустим, елки ставили во двора где-то, да? А теперь... А теперь в медвежонке. Медвежонок очень востребовано для всех возрастов. И для маленьких, и для среднего возраста, и для пожилого возраста. Вот вы бы видели, нынче горку нам сделали необычную впервые, у нас такой не было горки. То есть, вот, борта у этой горки ледяные. То ли это привлекает, то ли уж вообще она сделана удачно, то ли, я не знаю, что... Ну, столько ребят, не каждый день. Вот каждый день ребятишки. А теперь у меня кабинет-то находится рядом со сквером. И я всё вижу, как они там носятся, бегают, визжат, кричат. Радостные все. Карабкаются на эту горку. Другой раз выйду, посмотрю, ну, довольны, значит, хорошо. То есть, да. То есть, на самом деле, сквер оказался... Даже если просто вспомнить, как это выглядело, мы просто приезжали, снимали до того, как было проведено благоустройство. Вот это даже эскиз «Медвежонка», который там, по-моему, даже несколько эскизов было, выбрали один, в конечном счёте. Да, вот прям вот это вот чувство причастности к созидательной работе, оно немножко даже окрыляет. К совершенению бывают у нас моменты, когда ребятишки, скажем так, безобразничают с туалетом. С туалетом, вот четыре раза это невозможно, это невозможно. Я прошу ёлку искусственную, поставьте нам, пожалуйста, ёлки. Во-первых, уже трудно их стало находить. У нас было очень много ёлок. Я во все районы отдавала, кто не попросит, берите, договаривались, и всё. Теперь как бы ёлки уже завершились, нету их, закончились. Вот, и, ну, и вот так вот. А теперь вообще уже хочется бы поставить-то стационарную ёлку, красивую такую, ну, искусственную. Которую можно было бы собрать, поставить и так далее. Да, 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 как в некоторых районах есть такое. Но я сама понимаю, мне даже в другой раз стыдно просить, если наши люди не умеют беречь туалет. Ну да, ну да. Ну, с другой стороны, опять же, насколько я понимаю, достаточно быстро этот... Здесь просто как бы такой воспитательный уже момент, потому что на самом деле быстро всё нашли, потому что, насколько я знаю, у нас теперь камеры кругом видеонаблюдения. Есть там камеры, да. То есть поэтому сразу кто, что это, скажем так, злоумышленников искать не пришлось. То есть герой, страна узнала своих героев, то есть в принципе как бы разобрались, повоспитывали, да, видимо? Ну да, конечно. Сколько разговоров было, я к директору школы обращалась, просила её прямо, говорю, вы там переговоритесь с учителями, чтобы провели работу в классах прямо, в классах с детьми. Вот. Ну, конечно, это не 10-й, не 11-й класс делали. Это делали поменьше класса, 6-й вот такие вот дети, у которых хулиганство прямо изо всех, как говорится, пор вылазит. Вот, ой, туда-сюда хочется хулиганить. Ну, это случается, да. Ну, это такое, самое интересное, что если бы это происходило часто, то, наверное, такого не было бы резонанса. То есть поэтому как бы это, наверное, уже так в наше время, в наши дни, и это хорошо, да, это уже как выглядит, как исключение из правил. То есть туалет, медвежонки, да, то есть он как таким резонансным событием этим стал, то есть как бы не было, не было, вот случилось. Да я сама даже не ожидала такого. Ну, думаю, ну ладно, один раз это, наверное, вот случайно получилось. Второе, третий, четвертый, да что же это такое, когда конец-то наступит. Ну, то двери оборвут, то туалет весь перевернут. Ой, вообще, конечно. Ну, и сама разговариваю. Вот выхожу к ребятишкам, например, да они на горке катаются. Ребята, вы смотрите, вы смотрите, наблюдайте, если кто-то начинает безобразничать. Особенно в летний период, там же много. Ой, взрослые сидят на скамеечке, отдыхают, прямо вот садятся перед этим фонтаном водичка. Ну, то-то, тут прям хорошо. Да, ой, хорошо, хорошо. Люди с удовольствием. Просто, когда запускают фонтаны, вот обычно, вот этот момент, вот этот период, мы обычно стараемся, вот медвежонок, потому что он такой маленький, аккуратненький, там, то есть, его, во-первых, когда для съемок удобно, в том плане, что он хорошо в кадр попадает, то есть, ты практически, там, не надо, там, куда-то тянуться, он с тобой на одном уровне практически, может, там, до него дотронуться, там, ну, то есть, вариантов много, поэтому мы так частенько туда заезжаем, поэтому видим, что людей много, на самом деле. Очень много. И причем не только дети, но и пожилые люди приходят, просто пожилые люди приходят. Это же уже хорошо, значит, он востребован, он нужен. Люди пожилые приходят отдохнуть, сидеть около водички, всегда же приятно посидеть, послушать, как она журчит, я сама, например, люблю слушать музыку, переговаривать. А сцена, насколько у вас востребована? Востребована, мы все праздники теперь тут проводим на этой сцене. То есть, теперь все, 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 все. Все в этом медвежонке, и кабинет мой перевели павших коммунаровство, и все тут рядом, и все так удобно, и праздники все в медвежонке, и не надо никуда бежать, не надо ничего, это только приготовить сцену там, ну, подмести в зимнее время, например, ее подмести, ну, украсить сквер, мы флажки, допустим, там растягиваем, чтобы как-то обозначить зону этого праздника. И все хорошо, все удобно. Да, теперь, глядя на вашу сцену, я так подозреваю, в другие районы тоже так немножко, ну, в прошлом году сцена обзавелась полярка, насколько я понимаю, да, то есть теперь как бы на равных, да, то есть какие-то моменты. То есть, вот, да, второй сквер, как у вас, который был у павших коммунаров? Вот там тоже дети есть, и взрослые дети, но он находится, как бы, ну, за глазами туда, в сторону, это самое, поэтому, как бы, там больше хулиганства творится, но, в принципе, дети тоже ходят туда, из школы вышли, пошли в сквер. Смотрят, там покачаются, побегают, поиграют, и пошли домой. Тоже, тоже, кстати, хороший такой проект, хорошая работа проделана, вот, но есть чем сравнить, есть чем сопоставить, то есть, в принципе, как бы, то есть, и сам это интересно, вот, он такой получился своеобразный, в том плане, что со стороны не особо видно, что внутри. То есть, только, когда, вот, проходишь по этой аллее, по центральной, и видишь, опа, вот тут, площадки детские, да, там, еще что-то, еще что-то, площадки отдыха, а снаружи даже не всегда из-за вот этой растительности, не всегда. Нет, ну, следят за растительностью, стараются ее вырезать вовремя, кустарники, вот эти вот, травы теперь уже большой нет, он же был вообще в заброшенном состоянии, этот сквер, он на остаточных явлениях, кто его чистил, кто придет, кто получит, кого привлекут, попросят, тот его и чистил, этот сквер. Поэтому, ну, вот так вот. А теперь все, он уже, за ним точно следит парковое хозяйство, и он, там тоже приятно посидеть, отдохнуть. И есть там люди, и ходят, и отдыхают, но, к несчастью, есть несколько неудачные моменты, но будем стараться, чтобы их не было. Есть везде так, тем более, вот действительно, что не на глазах, как вы сказали, да, немножко на окраине. Но, с другой стороны, опять же, ну, даже вот, если посмотреть, да, то есть в районе все равно, ну, окраин, наверное. Вот, 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 беда, наверное, да, может быть, и преимущество, ну, или все-таки, вот, не знаю, плюс это или минус вашего района, что он плотно застроен все-таки. То есть это вот сложившаяся застройка, то есть она, как бы, можно было бы чего-то еще бы добавить куда-то, чего-то, а не куда-то. Почему же тогда не добавишь? Не добавишь все. У нас единственное место осталось, ну, вот, там, где был кинотеатр «Космос», он, в общем-то, не функционирует на всю мощь, как бы он должен был функционировать. Конечно, когда это был кинотеатр, это было очень удачно, было очень много людей, туда все шли, фильмы смотрели, это даже модно было, телевизоров уже, как таковых, не было. Вот, а теперь тишина. Я даже сама не знаю, что там происходит, вот, если честно сказать. Мы обращали внимание, что заборы закрыты, решетки, чего-то там, собственно говоря. Ну, я даже не знаю, что там происходит, вот, честно говорю. Я пыталась выяснить. Ну, практически такой центр, да, то есть… А место у нас, вот еще где есть, между 98-м домом попавших коммунаров и вот 100-й, где вот эта православная гимназия, где вот мой кабинет, вот тут есть место, но его выкупил частник. А, вот так. Понятно. Теперь он уже его перепродал, это место. Ну, опять же, вот смотрите, а по противоположной стороне, рядом с космосом, там вот, по-моему, такая площадка пустынная за ларьками, которые там стоят за кёшками. Два скверика у нас там есть, и за ларьками, и второй, с другой стороны, с улицы Островского. Один с улицы Герцена, а второй с улицы Островского. Ну, там что построишь, там полноценно ничего не построишь. То есть, площади не хватит, да? Понятно. Ну, то есть, как-то вот, ну, просто видно, что вот он забором обнесен, то есть, в принципе… Ну, чистим мы там тоже стараемся, чистим мы эти два скверика. То есть, если вот так вот выйти посидеть, погулять там, можно. Вот прогулочную зону, да, зону вот такую небольшую, то есть, с какими-то скамейками и так далее. Но скамейок там нет. Вот я говорю, что да, то есть, как бы он визуально, то есть, видишь эту часть, и как-то… Может, правда, туда скамейки поставить, но я боюсь, что там будут выпивать на этих скамейках сидеть. Ну, понятно. То есть, да, то есть, здесь как бы вот… Палка о двух коцах. Да, да. Так или иначе. Ну, может быть, попробовать можно, не знаю даже я. Ну, то есть, мы об итогах ничего не забыли, что еще интересного. Могли упустить. По благоустройству, да? По благоустройству, да. Ну, освещение было у меня в двух точках, то есть, это вот улица, я говорила, Мороковского, это Южный. Дальше, что еще? Ну, вот дороги. Это улица Островского. Тротуар, это вот улица Димитрова. Вот. Ну, так как будто бы все… И еще, да, еще я не все сказала. Со стороны Пушкина там было благоустройство пройдено. Дороги. Дорога там была заасфальтирована. Ну, вот. Ну, в принципе, теперь вот это же Мор считается, как район. Конечно, он тоже благоустроил сезон отдыха. Он какая красивая становится, правда? Ну, да, да, да. Тут, да, тут немножко как раз уже, может быть, не столько это гавани привычно относится, да, сколько уже ваша депутатская территория. Это, да, моя депутатская территория. Поэтому вот так вот. Вообще у меня достаточно растянут мой депутатский округ. Если одиннадцатый, да, он начинается от улицы Пушкина, о нет, я немножко приврала, от улицы Павших Коммунаров и заканчивается Богдана Хмельницкого. Вот туда он уходит. То есть вот туда получится. Вот прямой вот такой вот линии вывели меня. С этой стороны у меня Мишковский они забирают вот эти участки, с этой стороны Макарова. И меня вот так вот прямой линии вытянули до Богдана Хмельницкого. Ну, это вот такое временное явление, на самом деле, насколько я понимаю, да, такое оно вынуждено. Вот с тринадцатого года, если не ошибаюсь, когда у нас появилась вот эта вот смешанная, так называемая, система выборов, да. То есть половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, вторая по спискам партий, то есть по единому избирательному округу. И здесь вот пришлось, скажем так, круга расширять, да, то есть здесь моменты такие. Но вот с этого времени мы как бы вроде бы уже как привычная такая схема, но мы прекрасно понимаем, мы часто об этом говорим, что, наверное, было бы правильно, если бы каждый депутат, да, то есть в Совете депутатов города Абакана, в Горсовете, насколько у нас 29 депутатов, да, если бы каждый, у каждого был свой округ. То есть здесь как бы вот было бы понятно, кто, собственно говоря, кого люди выбрали, да, то есть они бы знали своего депутата, и какая-то такая персональная ответственность была бы, вот как вы считаете, Татьяна Ивановна, смешанная система вот такая, ну, по-моему, она немножко... Я, вы знаете, наверное, лучше не буду говорить об этом, но я была и в такой системе, и в такой системе. В принципе, как работаю, так и работаю. Кто обратился, я, ну, стараюсь... Это ваш округ, то есть на округе, то есть получается, вам-то как бы проще в том плане, что вас на округе знают, то есть вот этот вот как бы момент такой, да, то есть депутат равно староста, ну, как бы именно вот играет в этот момент, потому что вот иногда даже просто случаются такие ситуации, да, то есть мы не знаем, кто наш депутат, кто знаем, кто наш староста. А здесь как бы удобно, то есть... Ну да, ну, если мы не знаем, кто наш депутат, ну, тогда и не обращайтесь к нему, значит, вы не ходили, не голосовали за него. Ну, как бы вот тоже резонно, да, то есть... А вот, скажем так, с той стороны, с той территории, которая в ваш округ входит немножко за пределами жилого района, оттуда часто обращаются? Обращаются. Обращаются, да. Ну, бывают, приходят, да, даже с проспекта Ленина, особенно вот пока не были построены вот эти вот два дома, там же стояли бараки, ой, сколько было там войны. Прямо войны, я скажу, люди ругались и вызывали меня туда, и ходила я туда на встречи к ним, ну, в общем, вот так вот. А теперь как-то вот тут поменьше, теперь наоборот, и бунтуют отсюда. Ну, да, там такая ситуация интересная была. Ну, на самом деле, как бы, вопрос-то свершился, то есть, на самом деле, как бы снос барака в центральной части состоялся, то есть, в принципе, теперь мы видим, что взамен получили, да? Люди были сильно озлоблены. Ну, да, есть такое. Вот просто были озлоблены, потому что, да, действительно, в центре города, получились, стояли вот такие вот захолустные бараки, но теперь там два дома вот эти стоят, в одном из них недавно был пожар, да? На десятом этаже. А, да-да-да. Да-да-да. Ой, не на двенадцатом, на двенадцатом этаже был такой пожар, да. Это, получается, второй дом, который туда, ближе к этому магазину, ну, туда, вглубь, во дворы, в девятнадцатом доме. Ну, вот. Ну, то есть, теперь у вас, скажем так, ну, смотрите, Татьяна Ивановна, стояло у вас, допустим, ну, образно говоря, три-четыре дома в два этажа, теперь у вас количество избирателей, по сути дела, очень прирастает. Да, да, да. А теперь две свечки стоят, я скажу, как я их называю, две свечки. Ну, что сделаешь? Хорошо, что так город благоустраивается, правда? Ну, да, да, ну, то есть, опять же, на вашем округе еще и попадает. Тут момент такой интересный, да, вот, не знаю, как вам, вот, вот, по идее же, как бы, наверное, должны как-то отчитываться, да, с избирателями, там, как, о работе. Ну, да, есть. Есть такая практика, по идее, да? Да, если возникает такая необходимость, мы отчитываемся. Ну, пока никто меня не беспокоит, да, сейчас вот начнется предвыборная кампания, тут уж заотчитываемся. Ну, да, то есть, тут уже, в принципе, время подводить депутатские итоги работы на округе. Ну, сделано-то немало, то есть, я просто к чему говорил-то, не говорил-то, что, допустим, вот этот сквер, который вдоль улицы Пушкина, за храмом, равноподственной Константина Ирина, он в ваш район входит или в ваш округ? Это еще мой район. А, то есть, там, получается, северная граница. Да, да, да. То есть, получается, что так. Да, мой район. Вообще, я вот вспоминаю, ой, сколько я помучалась с этим сквером. Я понимала умом и глазом, видела, что вот такая территория, она не имеет места быть в центре города, потому что тут дорога, которая соединяет нас с Красноярским краем, к нам заезжает по этой дороге и от нас уезжает по этой дороге. И вот такой вот неприглядный вид, ну, как бы, вот был. Ну, с чего я начала? Тогда еще директор политтехникума была, Сиротин, к нему пошла, ну, помогите почистить сквер. Ну, там что-то он почистил, он сказал, ну, я почищу напротив себя. Пошла к 20-й школе к директору. Там тоже напротив? Да, там тоже только напротив почистить. А остальное-то осталось, опять же, не удел. Ой, ну, потом, правда, распределили туда, поставили, в общем, ну, поставил город туда некоторых людей, чтобы прибирали это все. Но это все было не тот. Потому что надо придать вид сначала этому месту. Я просто помню. Навести красоту. На съемке выезжали на субботнике, там, по-моему, администрация частенько убиралась. Да, администрация, тепловые сети, электросети. Вот эти все, как бы сказать. Совет депутатов, по-моему, там тоже. Может быть, был, может быть. Я, правда, не участвую с Советом депутатов в субботниках. Почему? Потому что у меня там свои субботники еще в нашем районе есть. И вот. Ну, вообще, надо сказать, что, конечно, сейчас преобразился. Ну, сейчас еще, это еще первые этапы. То есть мы еще так это вот, вот это все, приглядываемся, как это все будет выглядеть. Красиво будет. Я же видела чертежи. Будет очень красиво. И я прям радуюсь, не могу нарадоваться, что называется, что вот такое красивое место будет по улице Пушкина. Вот даже сейчас, вот даже сейчас, казалось бы, ну что там еще, смотреть нечего, да? Скамейки стоят, люди садятся и сидят, отдыхают. Вот сейчас снег сойдет, мы просто посмотрим, свежей зелени, как это все, вот, потому что, опять же, сезон закончился поздно. То есть подрядчики уже так, скажем так, работали, как говорится, на пределе возможностей, потому что объектов много. Вот, везде там, там нужно было. Вот, не успел отследить, уже снег лег, я вот, тоже довезно просто посмотреть, как. Ну, мне нравятся там дорожки, допустим, не такие прямые, как вот глаз нас привык видеть, а какие-то вот они все извилистые, изогнутые. Просто постарались максимально сохранить и деревья, которые есть. Да, да, да. Ну, кстати, это и медвежонки точно так же, да? То есть, в принципе, как бы, я просто помню вот этот момент, да? То есть, ну, же ведь, в принципе, можно было бы как, да? То есть, взять все вырубить, идеальный сквер спроектировать, а потом уже деревья высаживать. Ну, и ждать, пока они там вырастут, да? Либо сохранить. Я просто помню, как наши городские архитекторы вот это вот прочерчивали дорожки, именно вот ориентируясь по, вот, среди существующих деревьев. Но, опять же, логично было бы, да, допустим, прокладывать дорожки именно по тем натоптанным тропинкам, которые уже за годы натоптают. Ну, наверное, так и делали, потому что, да. Ну, проложить тротуар можно идеально ровно в каком-то вот месте, который вот выбрал, который идеально на глаз. Но люди все равно пойдут там, потому что там им удобнее, да? То есть, там им ближе, там, короче. Ну, мне кажется, архитекторы это учли с медвежонком, потому что, как вот, так, как был натоптан тротуар, ну, дорожка, там даже не скажешь тротуар, там же, ой, там страшно было в летнее время проходить. Не то, что через вот этот сквер, он не сквер тогда назывался, а через эту, ну, площадь или через это место. А вообще страшно было проходить даже мимо, потому что там такие заросли были. И так и думаю, оттуда выскочит какой-нибудь пьяный человек. Почему, знаю, там рядом жил какое-то время, то есть в институт ходил мимо. И все видел, и все знаю, да? То есть, еще там, начало двухтысячных, даже конец девяностых, начало двухтысячных годов, то есть, так, заросли те еще были. Зато теперь, насколько вот все, да, меняется, как хорошо городская среда. То есть, казалось бы, да, хотелось бы больше, да? Но даже вот такой вот момент, такой вот уголок. Я помню, тогда еще Виктор Иванович работал, ой, как я вот уговаривала, Виктор Иванович, да кто тут Татьяна Ивановна будет ходить в этот сквер? Никто не будет, тут частный сектор, все в огороде у себя отдыхают. А вот посмотрите-ка. Ну, Виктор Иванович Константинов, да, собственно говоря, часто его вспоминаем, потому что добрым словом. Нет, добрым словом. А потом-то он, когда понял, что действительно тут необходим сквер, как мы начали с ним там проворачивать дела, все нормально. Виктор Иванович вообще молодец был. Да, да. То есть, вот Виктор Иванович всегда добрым словом только вспоминаем, потому что сколько Преображенский парк, да, то есть сколько этих скверов, которые за годы его работы появились. То есть, ну да, в принципе, как бы вот, вот я говорю, что причастность к созидательной работе, она вот такая немножко вот, когда просто видишь эти скверы, эти вспоминаешь, как это все, чуть ли не с бумаги, да, то есть заросли, которые ты приезжаешь, тебе говорят, а здесь будет там памятник Пушкину. Там еще такие заросли вокруг, то есть где тут памятник Пушкину, как он тут, чего тут. Ну он прекрасно вписался. Ты смотришь, понимаешь, да, что вот то, что тебе говорили люди знающие, которые говорили, видели проект, которые уже там готовили сметы, которые уже знали, что в этом году они будут работать, и будет «Медвежонок» будет, да, то есть и уже понятно было, как назовут сквер, то есть там даже народное название, которое сами складывается, да, то есть «Медвежонок» там. Понятно, то есть, Татьяна Ивановна, поделитесь секретом, а что бы еще хотелось? Ой, да планов много, конечно. Веркерсона возвучили, да. Ну да, планов много, хотелось бы много чего. Исходя из тех возможностей, вот именно, да, вот, собственно говоря, где чего можно разместить-то, раз мы говорим, что у нас тесновато. Да, да, вот если бы, допустим, на этой территории между Павших Коммунаров 98 и Павших Коммунаров 100, вот там есть вот этот, там где был спортивный зал, вот туда бы, или бы спортивный зал построить, вот на эту территорию, или КДЦ, нам бы надо было КДЦ. У нас нет теперь вот такого культурного центра, куда бы могли хотеть дети отдыхать, кроме школ. А Космос он чей? Он частный. Частный, да, то есть полчаса. Он передает в долгосрочную аренду, вот так скажем. А, вот так. Понятно. То есть вот, в принципе, как бы, да, то есть, в принципе, все районы, как бы, КДЦ, культурно-осуговыми центрами так или иначе обзаводятся, да, постепенно. А у вас его даже и построят-то. Некуда. Вот единственное место, куда можно было, вот сюда. То есть, насколько помню, один из аргументов, да, что все-таки кинотеатр в Буршире есть. Да, ну, если бы он функционировал, извините, пожалуйста. Конечно, он бы решал много проблем. Но, опять же, и тут, как не вспомнить, да, торпеда, да, стадион. Конечно. Там же ведь вот всю зиму гудели голоса детские, взрослые ходили, катались и играли в хоккей. Ой, вообще, я свидетельница, я же рядом там живу. Ну, там и теннисная школа была, там и футбол, хоккей, и просто любительские катания происходили по вечерам. Ну, вот, к сожалению, вот так получилось. И нет, я вот не вижу, например, возможности, чтобы его вернуть. Только выкупать. То есть вот-вот-вот моменты, да? Он отошел к частному лицу, сколько Николай Генрихович бился, чтобы отдали нам его городу, тогда бы его... Ну, там пожары были, да, вот эти остатки трибун сгорели. Ну, специально, мне кажется, это поджигают. То есть там просто, по-моему, там сейчас заросли, да, такие? Да. Жутковатые. Да, жутковатые. Не обнесено забором, то есть как бы, ну, внешне всё как бы так смотрится, не видно, что там внутри. Мы просто попадали там, если не ошибаюсь, там где-то с автохозяйством, небольшой такой лаз какой-то есть. Тогда программу, мы снимали одну из программ, почётные граждане, по-моему, да, то есть и вот это вот поле, где зарождалась наша школа по настольному теннису. Да, 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 там же настольный теннис. Там и хоккей, и футбол был. Там же ребятишки гудели вот с утра до вечера. Да, то есть и команда Саяна, по-моему, то есть игроки, то есть оттуда же, то есть там набирались первого опыта, первых сил, первые игры. Я вот даже помню, иностранцы как-то к нам приезжали, и они ездили на стадион Торпедо на тренировку. Тренируются, потом играя в городе. Вот. То есть получается, что мы как бы вот два момента, да, вот, допустим, спортивный объект, ну, по логике вещей он как бы есть, но он недоступен. То есть эта территория, она как бы никак не используется никаким образом, но она частная, да, то есть. И если брать объект культурно-досуговый, да, он как бы, он есть, бывший кинотеатр «Космос», да, но опять же, частные собственности как-то может быть используется. То есть, да, то есть, вот. Ну, он, видите, он передан, «Космос» передан тоже в аренду, долгосрочную аренду. Я, насколько я знала, на 50 лет был отдан. А теперь вот уже много лет прошло, лет, наверное, 40. Ну, вот как-то вот, да, печально. Ну, то есть, вот, учитывая, что других территорий нет, да, а, Татьяна Ивановна, а вот не просматривается пока перспектива, вот, скажем так, вот, ну, если уж на проспекте Ленина снесли вот эти деревянные дома, у вас их тоже много? Много, 47 бараков, да, в нашем районе, это достаточно много. Пока никак не просматривается перспектива. Ну, во-первых, у нас они не все подлежат сносу, в смысле, вот, что-то строительство такому, допустим, на Галена против храма, Никольского храма, там не снесешь их, потому что там нет коммуникации, не подходят коммуникации, то есть, нерентабельно, это только под частную стройку отдавать. А тут, да, тут можно, вот, перед храмом Иоанна Константина, ну, за храмом, скажем так. Между Железной дорогой и улицей Пушкина. Да, да, и между опять Железной дорогой и улицей Минусинской, вот тут, 10 бараков там, 10 там, вот здесь можно, да, сделать строительство. На будущее оно намечено здесь строительство, но это до 33-го года программа. Да, да, да. А как это будет выглядеть на самом деле, я не знаю. Конечно, здесь можно, здесь вот, если снесут от Минусинской улицы, от Минусинской до Железной дороги, здесь будет запланирован и КДЦ, и, ну, много там, что будет запланировано. То есть, на эту площадку, в принципе, какой-то есть такой... Да, 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 да. Потому что у нас, как бы, генплан, когда корректируется, всегда обращают внимание на вот эти моменты, да, что вот не хватает земли, значит, надо где-то какой-то вариант предусмотреть. То есть, в принципе, как бы вот здесь может быть... Да, да, да. И надо бы, наверное, эти дома снести, потому что старенькие они, что уж говорить-то, с 36-го года. Ой, однако, даже пораньше. С 30-ти. Да. Да, наверное, пораньше. Да, что-то у меня так... Да, вот квартал, который, насколько я так смотрел по документам, тот квартал, который за Железной дорогой, между Железной дорогой и улицей Пушкина, тут, по-моему, еще Иосиф Абиссарионовича застал, наверное, так даже. Вот эти уже... Вот. Ну да, то есть, вот, вот, как бы есть такой, да, потенциал, наверное, но это ведь не скоро, застройщики же тут же, как бы их, их же не заставишь, то есть, здесь, как бы, какой-то определенный интерес. То есть, в принципе, я понимаю, что у каждого района, ну, тут у вас, насколько я понимаю, в Южном... Там тоже есть бараки, да. То есть, здесь нужно, как бы, своевременно подготовить, как бы, может, или перспективу, или возможность, то есть, вот этой застройки, да, чтобы когда эти застройщики... Еще у меня бараки по улице Минусинской, Диповской, вот там, помните, закуточки, там еще тоже можно рассмотреть возможность строительства нового на этом месте. Тут все упирается в инженерную коммуникацию, да, все-таки? Нет, ну, тут есть коммуникация, подходит. Ага, там рядом Железная дорога. Угу. То есть, в принципе, да. Ну, вот, то есть, потенциал какой-то все равно есть. Да, 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 да. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Ну, опять же, да, то есть, Татьяна, надо как-то не вспомнить, да, то есть, историю со сквером вдоль... Улицы Пушкина и с Медвежонком, да, то есть, был определенный скепсис, определенные, как бы, сомнения, будет, не будет. Ну, вот, учитывая, что у нас практически свободных земельных участков в городе практически не осталось. То есть, наступление, видимо, пойдет в сторону Бараков. Ну, вот, на мой взгляд, наверное, вот, рядом с храмом, ты как раз за храмом, да, вот, там как раз наиболее такие вот, они, может быть, действительно вызовут интерес застройщика. Ну, может быть, дай бы Бог. Потому что да, то есть, здесь как-то... Дай бы Бог, конечно, да. Звонок прям. Ну, значит. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Я слушаю очень внимательно и убеждаюсь в том, что все законы у нас, вот, как не, не знаю даже, как сказать, но как-то все против молодежи, против наших детей. То есть, все занято, детям развиваться нет. Помните, знаете, в Семсаде тополек раньше горка была деревянная. Сколько там было детей. Они всю зиму там носились, бегали. Как это здорово, дети развивались. Ведь дети, это решение, да, это здоровье. А у нас, к сожалению, все вот так вот грустно. Поэтому, наверное, вот от всех, от нас зависит. Может быть, обратиться к наших депутатов, чтобы какие-то законы, может быть, поменять. Потому что вот эти вот красивые яркие горки, которые у нас во дворах, ну, они никакие, честно сказать. Вот, наоборот, там дети больше ранятся, чем вот на этих старых деревянных. Поэтому хотелось бы, чтобы наши власти что-то делали. То есть, законы какие-то принимали или, может быть, даже в Москву обращались вот с этим. Спасибо вам. Надеюсь, что вы тоже подтвердите мои, как бы, пожелания. Всего вам доброго, успехов. Спасибо. Ну, такое пожелание, да. То есть, в принципе, как бы, от чести, да, тут соглашусь, да. То есть, да, горка, может быть, была старая, да, то есть, разобрали. Ну, дети там пользовались этой горкой, катались. Но сейчас они просто перешли в сквер медвежонок. Вот, да, то есть. Дети-то катаются с этой горки. Медвежонки, я же только вот перед этим рассказывала, что там действительно. Ну, то есть, там, в принципе, вот, единственное, что теперь осталось, пешеходную зону безопасную. Да, да, да. Ну, как сказать? Ой, не знаю я, куда обращаться с этим вопросом. Ну, это да. То есть, здесь, как бы, вот, здесь мы постоянно еще такой момент, да, вынуждены обговаривать, да. То есть, депутат городского совета, это не депутат Верховного совета, да. Депутат Верховного совета, это еще не депутат Государственной думы. То есть, здесь, как бы, у каждого свои возможности, у каждого свои полномочия. Да, да, да. То есть, законы мы не принимаем в Горсовете, мы принимаем решения. То есть, законы, допустим, Республики Хакасия, это парламент Республики Хакасия, соответственно, те законы, которые федеральные, которые законы прямого действия для всех, это, соответственно, Государственная дума. Ну, как-то, вот, в меру своих возможностей, как бы, мы, вот, пытаемся преобразовать свою среду, да. То есть, Татьяна Ивановна, а вот, что-то еще хотелось бы, вот, вот, год такой, он интересный, вот, чем-то все равно, может быть, какие-то программы, может быть, что-то еще, бюджет тоже принят, в принципе. Ну, заявки я подавала, заявки я подавала, ну, достаточно много. Вот, только вот, то люди, которые обращались со своими заявлениями, я, конечно, их сформировала и отправляла по ведомству. Ну, надо вот, вот, сейчас посмотрим, когда план-то будет готов. Да, сейчас они за защиту пройдут, то есть, как раз будет понятно, собственно говоря, на какие цели, потому что, как бы, я так понимаю, что сметы расхода уже, как бы, программы какие-то есть, но внутри могут быть передвижки, да, то есть, и понятно, что, так или иначе, расставлять приходится приоритеты. Да, вот нам бы надо расширить улицу Тараша-Сашевченко, то есть, вот, Виадук, вот этот мост, его надо расширить. По утрам у нас целая, знаете, вереница машин до улицы павших коммунаров. Вы представляете, какая пробка? Татьяна Ивановна, может, вы знаете, я просто наткнулся случайно на упоминание о том, что в середине 90-х Тараса-Шевченко для проезда открыли. То есть, она была закрыта разве? Нет. Нет? Нет, я живу здесь 73-го года. Ну, может быть, ремонт какой-то шёл. Вот, может быть, затянувшийся ремонт, потому что… Да, да, там время от времени снимают этот вот асфальт старый, накладывают новый, а так, нет, всегда функционирует эта дорога. А куда? Здесь, как бы, опять же, нужны приоритеты, да, опять же, приходится под них подстраиваться. Потому что мы уже говорили о том, что в приоритете виадук через улицу, по улице Мира, да, то есть, второй виадук, который новый, он очень может подождать, наверное, да, то есть, новый Тараса-Шевченко, да, как раз. Нет, вот он тоже загружен, он загружен, я говорю, вот утром, часы пик. Я просто смотрел, когда предложение по генплану ещё, сколько, пару-тройку лет назад, вот новый генплан принимали, который до 33-го года, там вот как раз тоже было одно из предложений, что виадук нужно расширять, в том числе, как раз предусматривается там снос, там, чего-то там, вот этих как раз бараков, про которые мы говорили. То есть, это как раз предложение, вот просто генплан, это не только карта, это ещё и описательная часть, то есть, там как раз предложение разработчиков, москвичи, по-моему, у нас работали над ним, то есть, вот их предложение, то есть, как раз просто интересно посмотреть, интересно почитать просто какие-то моменты, то есть, взгляд со стороны на развитие нашего города, предложение. Потому что люди, прежде чем работать с таким серьезным документом, они сначала изучают внимательную обстановку, ситуацию и так далее, изучают проблемы и предлагают свои моменты. То есть, в принципе, по-моему, Виадук по Тарасу Шевченко, он там фигурирует, что его тоже нужно расширять и так далее. Но это прям серьезный проект, то есть здесь как бы понятно, что это даже отдаленно. Нет, но я согласна, что по миру… А поближе, по менее масштабную что-то еще? А, планы какие, да? Ой, я что-то сейчас с Маху-то не скажу, что нам надо, что-то растерялось. Герцена мы обозначили, да, то есть Герцена как бы это вот… Сейчас задача номер один, по крайней мере, такая, да, то есть задача ближнего действия. Приоритет самый дальний, мы уже определили, Тараса Ревченко, Виадук. То есть, ну это масштабно, то есть это даль. А посередине? А посередине будет вот этот, я не знаю, как она, территория от храма Елены Константиновны до улицы Пушкина. Она же на несколько лет рассчитана, но если вот это вот сделать, тоже будет красиво. Ну да, да. Прям преобразится вот этот вот участок. И сразу будет чувствоваться, что да, действительно, мы приехали в город. Да, то есть это вот такие ворота, восточные ворота в город, то есть они, в принципе, как бы напрашиваются, да, что вот соезжая с места коммунального, ты сразу видишь. Да, сейчас немножко может быть не тот эффект. Я просто тут буквально, с кем же, как же мы на автобусе ехали из Красноярска, добирались до Абакана, вот. И какая-то делегация спортсменов, что ли, откуда-то они, то есть ехали, то ли к нам, то ли в Черногорск, и он как-то вот, просто реакцию ребят наблюдал, они такие, они едут, то есть они едут в Абакан, в Абакан, то есть все, Абакан, они, то есть выезжают в Абакан, поворачиваем, там почему-то объезд был где-то, вот, собственно говоря, в сторону автовокзала, и такие разочарованные голоса. И это Абакан, а мы проезжаем мимо частного сектора, то есть представление, то есть мы сначала выезжаем вот этот мимо этих высоток, то есть все как бы опа-опа, и заезжаем, а тут у нас еще и частный сектор в центре, то есть, в принципе, такие, и это Абакан, да, и это Абакан, да, у нас разные, на самом деле, мы вот таким любим, на самом деле. Да, да. У вас, я понимаю, что у вас, Татьяна Ивановна, и частного сектора много, и есть благоустроенное жилье, и районных заводов, в принципе, кирпичные дома, да, то есть деревянные вот эти вот. Угу, и деревянные, все у меня есть, и бараки деревянные, и, собственно говоря, один из первых районов. Да, да. В полной мере все этапы развития города. Ну, да, а вот эти деревянные дома, это еще золотопромышленникам же строили их, которые вдоль линии-то находятся, с той, с другой стороны. Там я просто слышал геологи, нефтегазо-нефтеразведка. Да, 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 и золото. И кто-то, кто-то еще, то есть, кто-то, кто-то еще был. Вот еще один момент прям интересный, я вот к вам как раз этим хотел подойти для одной из программ. Расскажите про ваши столетние дома. Есть у нас такие, так как район старый, и столетние дома, и мы их каждый год чествуем на празднике, на нашем День района. Называем жителей, называем адреса этих домов, которые вот давно построены, так сказать, и до сих пор стоят. Но, надо сказать, таких домов становится все меньше и меньше. Почему? Потому что люди все-таки их ломают, убирают и строят новые. Но есть еще несколько домов, порядка десяти, которые действительно построены были в то время. Это по улице вот Абаканской, нечетная сторона. По улице Абаканской. Дальше там внутри улицы, опять же, Абаканская же делится железной дорогой на две части, да. С одной стороны и с другой. Там внутри есть еще тоже старые дома, по отчетной стороне, те, которые идут в сторону храма Никольского. Там вот есть тоже старые дома, не все еще снесены. Но мы дорожим этой памятью. Этой памятью. Как бы вот то, что осталось от тех времен, вот то, оно осталось. И для меня это как-то вот правда. Ну, я такая сентиментальная на счет своего района. Татьяна, он не зря этот вопрос задал, потому что, как бы, так или иначе, надо просто, да, жизнь, она как бы движется, скажем так, уносит все это старое. Надо как-то, наверное, какую-то программу снять, просто рассказать, показать. Потому что я помню, очень был удивлен, когда у вас в районе обнаружил дом, частный дом, который когда-то стоял на месте первой школы в центре города. То есть, когда в 30-е годы решили строить школу номер один. По улице еще раз этот дом, да? Людям просто дали возможность разобрать дома, перевезти на свободный участок и там заново построиться. Это по улице Щерса, да? Да. Зимина Анна Ивановна и Владимир Филиппович. Да, мы там как раз сюжет снимали, то есть, потом еще программу. Ну, они уже ушли из жизни, эти люди, ну, там живут и дети, внуки. Да. Даже, собственно говоря, в центре города. Да, то есть, вот масса вещей, которые в вашем районе есть. Так что... Район старый, люди интересные. Так что не будем торопить, чтобы новое что-то пришло. По сути дела, можно, в принципе же, и существующие улочки облагораживать. Понимаю, что у вас и цветов высаживают много. Много. То есть, здесь район сам по себе, как бы еще, не обязательно ждать, пока парковое хозяйство придет со своими цветами. У вас своих, наверное, хватает? Да, есть у нас. У нас Белошова Наталья по улице Бузулаева проживает. Ох, она такая кудесница. Прямо вот, ну, другого слова не подберешь. Что там у них, только они намастерили перед домом. У них односторонняя улица получается. И вот как раз к зоне отдыха у них уходит этот вот участок перед домом. Ой, там красота. В этом году они не участвовали в конкурсе образцовой усадьбы. Почему? Потому что там у них использовались вот эти старые колеса. Теперь же запретили их. И она говорит, ну, Татьяна Ивановна, мы их уберем. Ну, надо же на место их продумать что-то. Она вот такая, не спонтанная. Да, 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 да. И поэтому вот так вот. Есть люди заинтересованы, есть. То есть вот там. Прямо хотят. Потом у меня по улице Павших Коммунаров напротив нашей Нового Сквера, скажем так. Нового Сквера, ну, или памятника Павшим Коммунаров. Там очень красивая усадьба есть. Очень красивая. Там такая огромная корзина сплетена. В этой корзине цветы растут. Ну, красивые. Как-то вот так люди подходят творчески. Далее по улице Герца, да, есть. Все? Нет еще? Нет. Ага. Есть там дома. Там у меня Юля Степанова живет тоже. Но у нее, к сожалению, она всегда следует, что у нее очень маленький участок перед домом. А она всю красоту наводит у себя на участке. Ну, там заходишь, прямо, как вы знаете, в ландшафтный парк попадаешь. Там все сделано с таким вкусом, красиво. Подобраны цветы, растения. Мне не что попало, а вот именно то, что вот очень красиво. И таких у меня людей становится все больше и больше в районе. Да. Теперь на перекрестке улицы Герцена, опять же, и Энгельса, там тоже дом красивый. Там в Палисадике. И в Палисадике и в Огороде тоже вот такая. Ну, у нее попроще, в каком плане она проигрывает перед Юлией Степановой? У нее вот просто вот, допустим, вот она грядка, так вот на этой грядке прямая она. Если вторая грядка, то она идет ей параллельно. А вот то, что я говорю про Степанову, там, конечно, у нее прям вообще красота. Вот, ну, собственно говоря, да, интересные моменты. Вот, когда даже, наверное, мысль-то, собственно говоря, я озвучил, да, что не надо ждать, когда кто-то придет, какое-то там специализированное коммунальное предприятие, там, парковое хозяйство, там, спецавтобаза, что-то сделать. Вот, можно, в принципе, как бы своими силами, даже, собственно, больше удовольствия получишь, когда ты знаешь, что ты сделал это сам, то есть украсил город, украсил улицу и так далее. То есть, ну, как-то в этом, в этом все логично. Вот, ну, у нас буквально вот этот эфир истекает, остается последняя, последняя буквально минутка. Я просто напомню, что это была программа Абакан Гурсайт Лайф, мы говорим о наших депутатских буднях, но вот в данном случае с Татьяной Ивановной Туревич поговорили, может быть, не столько о депутатских делах, да, может быть, больше о жизни района, поскольку все-таки Татьяна Ивановна староста жилого района Гавань. И здесь, как бы, такие моменты прям интересные в том плане, что я всегда думаю, что про депутата, может быть, это как-то вот еще сложно сказать, да, то есть хозяин на своем округе, да, не знаю, староста как бы не это вас мини-мэрами называли, да, то есть. Ну да, был такой момент. Такое выражение частенько было, что староста как бы, это вот главный человек, хозяин своего, скажем так, жилого района, ну или тот, кто возглавляет актив общественников. Спасибо, Татьяна Ивановна, что пришли, то есть я думаю, что мы еще встретимся в эфире. Спасибо, Татьяна Ивановна.